со звонким хрустом он разносит лобовое стекло некогда любимой восьмерки машина подлежит эвакуации но хозяин с этим не согласен дескать а не доставайся же ты дорогая моя никому этот доморощенный халк который снес у авто еще и заднее боковое стекло водитель правда несовершеннолетний остановили его за отсутствие номеров при проверке узнали что нет и удостоверения в общем такое вот комбо а с любимой своей решил проститься ярко при том и ласточку свою он не пожалел а вот сабвуфер забрал сердцу видать дороже вон как нежно от проводов отсоединяет сложив небольшой кучкой все добро команда утилизаторов продолжает разбор машины свои пожитки в одну сторону разбитое стекло в другую сюда же изолента которая служила задним стеклом а после того как черная завеса сорвана срывают и заднюю дверь но все тщетно и и все равно увезут на эвакуаторе а вот материал по водителю направят в комиссию по делам несовершеннолетних в общем в чем-то даже повезло больше чем нашему следующему персонажу ну а почему бы и нет стесняться уже некого инспектор рядом так что можно отхлебнуть еще видать для храбрости сколько выпил так и не признался да в общем то и так понятно что не рюмку а вот за руль говорит сел потому что козырек в машине сломался поехал за запчастями правда получается видать все же не лучше раз попался сколько выпил покажет алкотестер на посту дпс при понятых предлагают пройти освидетельствование продуться удалось только со второго раза еще 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 все идет анализ смотрите полтора миллиграмма на литр это уже за гранью и пока в отношении мужчины составляется материал уже об уголовном деле злоумышленник нашел как он думал самый лучший выход из ситуации сотрудники госавтоинспекции напоминает что штраф за вождение в пьяном виде 30 тысяч и лишения водительских прав на срок до двух лет а за повторная уголовная ответственность в этот раз эту меру вполне могут применить